так адаптация снижает токсичность на 25 скорость перемещения повышается у них я прикольно блять стойкость кураж убийства врага в основе 25 не по способности энергии так туча у нас здоровье восстанавливается 1000 хп а это когда есть и паха варежь блять не потратить стойкость природе контратака становление выносливости арбалеты урона не будут терять мощи это нормально уменьшает штраф к мощи знаков при снижении запаса энергии на 50 процентов это нормальная тема регенерация выносливости трех качеств это болт пиротехника еще две бомбы это крит дыхая крита сидельные суки а ну то еще тема бонус вместо силы типа я не знаю какая-то прям такая сложность должна быть сбалансирована чтобы ты ее за в это место силы чтобы что-то там усилить блять тот же квентом них узнать сколько еще там чего усиливается торговаться на 25 процентов легче так мутагин контрибать полуднице мужчине запретение финному урону шести восемь пять и семь ну и по пускай будет не давай мужчине добрый человек а вон то поле по другую сторону реки а ночью у леса то бояны из клинков хороший мужик сударь ведьма вот только не да да а этот бой он не решит вдруг на урожай свой посмотреть да с чего бы даже от вы еще далеко да что такое а ведь с тех пор как мы избавились от беса из воруны прошло уже больше полугода избавились и не только от беса как там звали этого сукина сына другом да будет ему земля пухом раньше все было проще чудовища злые люди добрые а теперь перемешалось как то все раньше было точно так же только ты дедушка подзабыл не тебе меня возрастом попрекать у самого почти сотня лет за спиной у меня две новости хорошая и плохая хорошая в том что капитан нельфгардского лагеря знает где искать енифер а плохая мы должны убить для него грифона чего еще он мог попросить взамен у двоих ведьмаков ну рассказывай что ты узнал грифон бросил логово так что придется делать приманку ну как успехи так у крушина и есть крушину я нашел самый раз пахнет сильно скорее уж смердит смотри какой нежный нашелся гнилое мясо гной мочевина обычные запахи деревни помнишь как мы в тритогоре на помойке охотились на ригера ты потом полдня в бане отскребался забудешь тут мы как встретимся ты это всякий раз вспоминаешь я кое-что разузнал это самец у него было гнездо в лисьем бару нельфгардцы сожгли гнездо убили самку разбили яйца и решили что дело сделано вечно одно и то же нет чтоб сразу послать за профессионалом все делают по-своему а выходит только хуже ну хорошо все готово дай только знать и примемся за работу больше ждать смысла нет пойдем посмотрим где можно поставить ловушку я уже присмотрел одно место по ту сторону речки есть такие поля и и рощица место много и мешаться никто не будет значит там мы увидимся так она мне карту продаст еще еще чего-нибудь может есть я что интересно и под прилавком зависит от того что вы ищите взгляните к так вот чучело их должно быть три кстати говоря про хавчик уж не хавчика вы ебать картофель что там вот бутылка воды вообще все просто скуплю так ей что-то торгануть все прощай ты орешь так насчет плату это плату сумки седло чем у меня какого 75 до такое же так сохранить загрузить хотя там быстрая кнопка есть еще одну чучело купить поисках я не пер своей давней любви геральт очутился в окрестностях деревне белый сад казалось что чародейка опережает ведьмака лишь на шаг и все же она оставалась неуловимой еще чего-нибудь может есть лишь зависит от так не чучело еще она она покупать не буду еще раз прощай еще раз загрузить проверим будет ли еще чуть-чуть поисках енипер своей любви геральт очутился в окрестностях деревни белый сад казалось что чародейка опережает ведьмака лишь на шаг и все же она оставалась не уловим еще чего-нибудь может есть я что интересное под прилавком зависит от того что вы ищете так все карта перестала появляться вдвоем бухлу купим да и воду так быстренько обратно и вот так бабушка забрать вращай так не тут выход мужик ты чё блять проклятие ты ебанулся совсем так где-то вот здесь ты ебанулся совсем здравствуйте сука наш провисок пальцы отрезает не смотри на меня так речка золотая нива очаровательное место самый раз для засады я бы другого не выбрал но так как ты готов начинаем ветер сейчас хороший разнесет запах приманки на всю округу теперь остается только ждать пойдем-ка в тенек между березами слушай что ты будешь делать когда мы найдем я нефер тебя есть какой-нибудь контракт на примете нет я еду в каэр морган ранова то для зимовки да да снега еще далеко и это меня беспокоит похоже на востоке не лифгард уже перешел понта значит они в неделю пути от каэр моргана если они попадут в долину прежде чем снег закроет перевалы надо уничтожить все следы спрятать наши тропинки а что до зимовки ты приедешь в этом году может быть и возможно не один он где-то рядом погоди возьми-ка арбалет выиграл его в карты пока тебя дожидался вдруг пригодится ведьмак с арбалетом предлагаешь нарушить традицию ну хватит разговоров надо грифоном заниматься ни хуя коэн сейчас ударит так чем вот там ардом сбить их не поджечь так давай еще ирдом не банем так ардом сбиваем не упускай его давай по два а а а Продолжение следует... Продолжение следует... Перья, яйцо, коготь, волос, яйцо, сердце, мутаген, трофей. С пиздим и все, блядь. Мне интересно, откуда я цепиться, мать. Пиздим и все, блядь. Артефакт цирюльник. Пиздим и все, блядь. Гром. Что-то токсичность у него, пиздец. Сейчас токсичность, но почему-то. Так, один за удар. Пиздим и все, блядь. Дальний бой, урон с знаками, урон с бомбами. Скорость уклонения. Пошла. Давай. Так, тут где-то водная баба должна быть. Так, водная баба вот здесь должна быть. Может быть с ней яд какой сыпется, посмотреть надо. Так она не спавнится, нихуя. Ладно, похрен. А как гнусные жецы. Как гнусные жецы. Пойдусь. Могу. Пойдусь. Продолжение следует... Ну, сдавать квест. Кстати, он какой-то меч появился, кровотечение. У меня что ли? Говорят, женщины севера, но это раз в три месяца. Это правда? Варвары. Тихо, нахуй. Ты меня за слепого держишь или за глупого? Зерно с плесенью. Я... не знал. Значит, за глупого. Дьявол, когда же вы научитесь? Военный кодекс. Параграф второй. Раздел третий. За поставку испорченных товаров 15 ударов кнутом. Выполнять! Нет! Нет! Ради богов! Чего? Вижу, ты перестал изображать доброго дядюшку. Ничего я не изображал. Я протянул этим людям руку, а они ее оттолкнули. Может, потому что та же рука держала меч, от которого погибли их близкие? Ха! Тоже мне моралист нашелся. А что бы ты сделал на моем месте, а? Ну, что? Не был бы на твоем месте. Говори, зачем пришел. Я выполнил уговор. Теперь твоя очередь. Куда поехала Йеннифер? В Изиму. Значит, все это время она была в одном дне пути отсюда. Мог бы мне об этом сказать? Мог бы. Но тогда ты не убил бы Грифона. Ты мне, я тебе. Стой! Мы еще не закончили разговор. На. Возьми вот золото. Чтобы не чувствовал себя в убытке. 300 крон. Мог бы. Так, получается, что сейчас мы уезжаем. Задание. Это мы сделали. Блять, я его приготовить надо. И пропавшего еще искать. Так, а ласточка приготовить. Ну-ка. Химия. Рексируй. Ласточка. Пустая емкость. А какая, блядь? Че, у меня, блядь, пустых емкостей нету, что ли? Так, расходы материала, основы. Сало. Компонент тут нету. Улучшение. Су-ка, венди эту пустую емкость брать. Сапоги, штаны, крещатки, доспех. Так, а херню для бомбы он возле этого может делать. Ну-ка, сейчас проверим. Так, ну-ка. Такой геральт, блядь, этот самый ремесло. Компонент, так, алхимическое. Блядь, кто может делать этот мужик? Вы шпионить? Покажи. Так, ремесло. Компонент. Нет, алхимический. О, успешная работа. Так, допустим. Бывай. Говорят, женщины севера моются раз в три месяца. Че-то бесконечно будет пиздить, что ли. Так, травницы сюда. Да? У тебя есть кое-что найдется. Ничего-то у нее ни хрена не видать бутылок. Может, бутылка нужна? Блядь, и не рецептов, ни хуя. Как так не хватает-то, блядь. Я вот этого курить не могу. О, я понял. Может быть... Так, сейчас кое-что я посмотрю в настройках. Настройки моды. Так. Экономия не то. Процесс. Алхимия. Так, вот тут. Вот это что, блядь, означает? Так, если вот так поставить, это что будет? Так, давай алхимия. Почему паутинников надо так дохуя? 24 это вообще я ваху. Как, блядь, масла? Вот. Что это? Как? Пустая бутылка. Только что можно было делать, сейчас нельзя. Сука. Бомба. Оболочка бомбы. Ноль. Может один надо поставить? Погоди-ка. Масло. Так, миксиры. Гром, ласточка. Вот. Лимонная бутылка. Сейчас один поставлю, блядь. Настройки моды. Химия. У тебя есть кое-что на... Так, вот. Теперь смотрим. Масла. О! Неужели, блядь? Ну-ка, эликсирочки. Ласточка. О, я могу делать, блядь. Так. Неясыть. Ладно, бомбы подделать масла. Кровь фальки, чё это, блядь. Нести вывечья. Какого-то лень гуля, блядь. Куда я его взял? Эфирный урон. Бомбы, блядь. Не могу нихуя делать бомбы, блядь. Я вообще ваху, блядь. Будь здорова. Да? У меня есть эликсир для Лины. Ласточка. Вестник весны и символ возрождения. Подходящее название. Увидим. Как я говорил, он может ей навредить. Очень сильно. На меня он действует сразу. Но у меня обмен веществ быстрее. У неё эффект проявится через пару дней. Так, что ты решил-то? Лучше попытаться, чем сидеть сложа руки. Нравишься ты мне, ведьмак. Вот, возьми маленький подарочек. За то, что тебе не всё равно. Алкогест. Так, что я по итогу скрафтил-то? Гром, масло. Сука всякой хуйней, и нихуя скрафтить не могу. Это жёстче пиздец. Надо вот к этому идти. Так, сожжённая деревня. Так, сожжённая деревня. Не барахла, нихуя. Чё? Хватит скулить, гусан. Поищем хозяина позже. Тогда будет безопасно. И часто ты разговариваешь со своей собакой? Это не моя собака, а моего брата Бастина. Хотя, теперь уже, наверное, моя. Понимаешь, Бастиен бился с чёрными. Здесь неподалёку большое сражение было. И с тех пор от него никаких вислей. Говорил я ему, сделай как я. Отрёшь себе палец или два. Тебя и не заберут. А он побоялся. Вот холера. На твоём месте я бы осмотрелся на поле битвы. Был я там. Море трупов и трупоедов. Слышал я когда-то, что они боятся огня. Так попробовал разогнать их факелом. Ни хрена скажу я тебе. Если бы не гусар, они бы меня живьём сожрали. Послушай-ка, я так понимаю, ты эти мечи не для парада носишь? Защити меня от гулей. И помоги найти Бастина. А я тебе хорошо заплачу. Хорошо, я тебе помогу. Только после битвы прошло уже несколько дней. Так что шансы, что мы найдём твоего брата живым, малы. Очень малы. Кто бы сомневался. Я хочу хоть тело забрать. Чтоб Бастин не гнил под открытым небом вместе с Нильфами. Встретимся на пригорке. Рядом с полем. А дальше пойдём вместе. Погнали, блять. Чуть не поняла, блять, как пошёл вообще. А, это не туда. Это вот сюда надо. Ну и ветер. Вспомнил, блять, картинку. Ну и ветер и там этот, ведьмак. С указкой. Погоду показывает. Или рукой. Ну и ветер, блять. Чё за, блять. Пули на месте. Вот уже место. Хорошо, что ты пришёл. Бастин, его тело. Должно быть где-то здесь. Точно так же, как тело сотен других. Ты что, собираешься осматривать все трупы подряд? Времени это займёт прилично. Успокойся. Все ребята, которых призвали из Белого Сада, нарисовали у себя на щитах маленький цветочек, чтобы в битве видеть друг друга издалека. Так что по этому знаку мы быстро найдём весь отряд. Не обижайся, но случается, что в битве солдаты бросают щиты, особенно когда проигрывают. Одного щита тоже хватит. Тогда гусар учует след и поведёт нас. Ну, пойдём. Чем быстрее с этим разберёмся, тем лучше. Продолжение следует... Это он? Нет. Не похож. Ох, кожа вся сочетана. Я знаю, что сложно сказать. Может, это он? Эх, по-прежнему ничего. Он его учуял. Кусар учуял Бастина. Вперёд! Это ещё ничего. Поручик сказал нам ходить в сортир по команде. Нас из баллиста обстреливают. А вон всё. Солдат с полным желудком в битву идти не может. Будете сидеть, пока не высидите. Представляешь, болван. Прекради! Рёбра у меня болят, когда смеюсь. Надо наложить давящую повязку, но это позже. После того, как ты объяснишь, что здесь происходит. Бастиан! Он... Он тебя взял в плен, этот нельфгардец? Нет. Он мне жизнь спас. Меня ранили в бок. Потом по башке ударили так, что меня зрение отшибло. Росон наткнулся на меня, когда полз через поле. Он лодыжку вывихнул. Вот так слепо вёл Хромова, пока мы не нашли эту хату. Заберу тебя домой. Надо заняться твоими ранами. Я Росона не брошу. Один он тут пропадёт. А к своим уйти он не может. Он же дезертир. Его тут же вздёрнул. А если его у нас найдут, тогда повесят всех вместе с моей лисье. И речи быть не может. Чёрный останется здесь. Если бы не этот чёрный, Бастиан бы уже умер. Так может, ты ему покажешь, что нордлинги не дикари, какими нас считают в нельфгарде? Ну, дам я ему отцовскую одежду. Обучу работать в поле. Только вот акцент. Ну, да ладно. Будь что будет. Возьму и его. Спасибо, ведьмак. Вот твоя награда. И да хранят тебя боги. Монстров подзагасил. Неплохо тут бегаешь. Никого нету, блядь. Ни волков никаких. Таких. кстати брать и бабка со сковородкой она у нас находится вот тут чем погоди блять до бабки дойду еще а то она там сковородку проебала так он там по моему он еще сундучки вот сундучок так бабка лупка блять видишь ли этот дом всегда стоял пустой и вдруг в ночь перед битвой приехал сюда какой-то благородный господин в годах и вошел как к себе стою я у окна чтобы посмотреть что дальше будет он должно быть меня приметил потому как гляжу а он ко мне идет схватилась я за сковородку чтобы если что защититься а этот вежливо так спрашивает нет ли у тебя бабушка березовых коры и ягод черём или хотя бы несколько не говорю а вы должны быть на голову упали чтобы по ночам такие глупости у людей выспрашивать только вижу что он совсем меня не слушай все на сковородку пялиться как сорока на ложку даже говорит бабушка отдам с утра удивилась я немного что он там в потьмах жарить собрался но сердце то доброе у меня вот и дала захватывающая история надеюсь она скоро закончится под утро в дом приехал еще кто-то но утром вышел только тот первый господин закрыл дверь на ключ сел на коня и только я и видела и его и мою сковородку она старая была черная от сажи потери то вроде небольшая но другой то нету может ты мне подсобишь золотенький принесешь сковородку бабушки сама ты я эту дверь не открою а по правде сказать идти туда боязно потому как из-за двери такой смрад бьет что я думаю вот второй он должно быть там лежать и остался заказы на сковородку у меня еще не было ладно скажу поищу лучше подожди здесь на всякий случай я тут барахла блять понятно откуда запах удушен горотой остальные старые шрамы как у солдата что ты сказал золотка ничего ничего какие-то документы соедены почти дотла на некоторые фрагменты пожалуй можно прочесть ну-ка блять счетом талер если не ошибаюсь операторский указ это этот пот и кровь и изволь сука являться если если сам встречу назначил я прихожу подставляюсь рискую шеи и всей нашей гребаной операции а там только стужа и ебаный ветер я думал в нельгарде порядок а вы и передай своему генералу что я и мои товарищи не обидчивая от переговоров не откажемся но раз уж вы все проебали теперь мы будем выбирать время и место следующей встречи кровь и пот блять это я не помню уже что это как это обычная книжка подозреваемый во славу императора ясно а вот когда я сама собой болтаю говорят я чудная стала вот и бесценная сковорода только от драйана и дочистых похоже нашему таинственному господину нужна была не она сара чтобы сделать тушь и написать письма как она заебит близь сковородкой свиньи прошу моя сковородка моя так ведь она была вся черная от сажи а в эту я бы смотреться могла если бы хотела только уж годы-то не те этому господину была нужна именно сажа он ее счистил и сделал из нее тушь видно ему надо было что-то написать срочно а другие бумаги срочно сжечь а тот второй мертв позови пару ребят и закопайте его за деревней глубоко чтоб трупоеды не вырыли и по-хорошему советую не говорите об этом деле нильфгарцем погоди погоди тебе кое-что благодарность причитается возьми сыночек на дорогу поджарю-ка я себе на ужин сиго так вроде все по кустам тут задание карты этой блять все херачим основной квест поджарю-ка я себе блять собачий сын бандиты весь мир кот вообще не банулся блять ходит по двери открывает и дед дядя этот не пиздит этот чат рву тебе башку да в шею на тру и дед дядя сейчас они будут брать друг друга хуярить так и семечка енифер в зиме у меня есть там пара знакомых так что что то не так посмотри вокруг сейчас скандал будет это еще кто такие патриоты седьмую чарку пьют за тимерью у них уже кулаки чешутся нишгарцев я тут не вижу они врага найдут куплю сейчас провизии и поедем геральт давай не вмешиваться хоть в этот раз что случилось со щитом сняла может еще золотое солнце повесишь нельзя тут тимерский герб вешать они придут и корчму спалят так может правду люди говорят что ты шлюха нильфгардская я твои слова забуду тебе скорбь сердце гложет ли ты что понимаешь сестру мою повесили вытащили на двор перед монастырем как собаку сказали в нильфгарде нет места предрассудкам что они гнева божьего не боятся а ты не боишься если бы анулька тебе при родах не помогал дитя бы у тебя в поповине у вас так у нас что не боишься гнева божьего не моишься сука оставь вы знаете этот медальон люди знаете что он означает отойдите доцела говорят ведьмаки деток воруют правда что вам император обещал выродки землицы как эльфам в той войне убирайтесь вся мы никуда не пойдем и вы тоже они уже не отступят вижу ничего все кончилось оставь меня не подходи лицо то у него блоги уходите и не возвращайтесь ну вот и все невмешательство пойдем не мы это начали сплошные отговорки ты как всегда я получила донесение что в белом саду появился ведьмак я знала что это ты что ты ищешь меня я могла бы подождать пока ты меня найдешь но ты же знаешь я никогда не отличалась терпением рада тебя видеть геральт я бы тебя обняла только ты весь в крови прости я не надеялся тебя встретить сказать по правде я иначе представлял себе нашу встречу как по крайней мере без нельфгардского эскорта я нефер не пойми меня неправильно я тоже рад тебя видеть но мне кажется ты должна нам объяснить я объясню но вы зиме седлайте коней можно поговорить и здесь здесь прекрасные сады сейчас все в цвету так что трупный запах почти не слышно заманчивое предложение но к сожалению я должна сказать нет видишь ли в зиме кое-кто тебя ждет тот кто ждать не любит император эмгир вар эмрейс для друзей белое пламя пляшущее на курганах врагов сомневаюсь чтобы он считал меня другом когда мы виделись в последний раз он хотел меня убить а теперь он хочет сделать тебе предложение из числа тех от которых нельзя отказаться я не отказалась хотя могла бы ну хорошо можно послушать что он хочет предложить император нельфгарда сеньор метины эбинга и гимеры суверенно заира и вековара наверняка сочтет это за честь а ты а я поеду в другую сторону сдается мне что император приглашает только тебя кроме того у меня есть чем заняться каэр морхен помнишь помню спасибо за помощь и до свидания у тебя конь быстрый не жалуюсь а почему ты спрашиваешь я хочу вернуться за крепкие городские стены так быстро как только возможно а 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 Знаешь, ты мне недавно снилась. Насколько я тебя знаю, сон был неприличный. Только сначала, а потом... Штар! Города! Города! Город! 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 там то она в одежде то снимает одевает хорошо после аудиенции в поисках енипер своей дамы любви геральт очутился в окрестностях деревни белый сад казалось что чародейка опережает ведьмака лишь на шаг и все же она оставалась неуловимой в конце концов благодаря коменданту нильгардского гарнизона геральт узнал что енифер находится совсем рядом в изиме и 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 месторождение неизвестно родители неизвестны возраст неизвестен но это все не существенно перейдем к последним событиям осада замка лавалетов судьба командующего обороны некоего ориана Мы сражались по разные стороны, это верно, но встретились в одном подземелье. Ариан бежал, и при побеге поджег замок. А, так вот откуда пожар. Наши осведомители предполагали, что он разгорелся из-за дракона. Далее. Затем ты спрятался в очаровательном флотзаме, и оттуда добрался до Вергена. Только вот как? Город считался отрезанным от остального мира. Я вырвался оттуда вместе с Вернаном Роше, командиром Синих Полосок и... Убийцы Нелюдей. Этот субъект нам известен, Ведьмак. Интересно, и ты заключаешь союзы. Что-то мне подсказывает, что самые интересные союзы у меня еще впереди. Ну, спрашивай дальше, пока у меня борода опять не отросла. Ха, если что, побреем еще раз. Затем, бесславная встреча в Лок-Муине. Ты был там, и снова вмешивался в дела сильных мира сего. Поскольку сильные мира сего заточили Трис Миригольд, вы должны знать, что этот человек мне близок, а я привык помогать близким мне людям. Ты так и сделал. Теперь, благодаря тебе в распоряжении Родовида, целый капитул чародеев. Нильфгард не так давно начал войну, так что на твоем месте я бы не стал читать мораль. Ваша милость, сидите спокойно. Я уже заканчиваю. Мне трудно от этого удержаться. Ведь из того, что я знаю, вскоре после этого ты смотрел, как испорченный мегаскоп разрывает твою знакомую шалу де Тансервиль на куски. Смотрел это верно, и помог бежать. Из ловушки, которую ей приготовил ваш человек. Лето из гулеты, запиши. В бумагах все должно быть точно. Хм, ну что же. В интересах государства иногда приходится заключать непростые союзы. Даже с ведьмаками. Вы еще не расторгнули этот союз? Что с лето? Хм, я надеялся, ты ответишь мне на этот вопрос. Ах, вот как. Значит, лето от вас скрывается. Наверняка не без причины. Интересы государства изменились, так? Я не знаю, где он. А если б знал, то не сказал бы. Даже с бритвой на горле. Это, кажется, все. Еще подпись, подтверждающая, что ты говорил правду и только правду. Ложь карается заключением, либо смертной казнью, и так далее, и так далее. Здесь, и еще вот здесь. Если все процедуры выполнены, прошу ваше превосходительство покинуть комнату. Мы будем подбирать для его милости Геральта костюм. Это важное дело, но мы сумеем обойтись без помощи господина генерала. Жаль. Я бы мог что-нибудь посоветовать. Прощай, Геральт. И удачной аудиенции. У меня такое ощущение, будто меня готовят к свадьбе. В таком случае я предложил бы вашей милости сюртук, фрак или, возможно, смокинг. Сейчас же, внимание вашей милости, осмелюсь представить вот эти одежды. А где моя одежда? Там, где ей давно следовало оказаться. У прачки. Вы получите ее после аудиенции. Чистой и накрахмаленной. Ваша милость, дайте знать, когда вы выберете одежду. Продолжение следует...